Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр, и мы поговорим сегодня о подкормках. Как бы все мы не хотим кушать химию, все мы хотим на своих огородах иметь растения здоровые и в то же время ненасыщенные той химией. И обходиться, конечно, без химических обработок. Ну, сегодня мы давайте поговорим о той части, какие подкормки можно сделать из того, что у нас есть, для того, чтобы было меньше химии. Ну, конечно, подкормки будем разбирать как самодельные, можно сказать, так и фабричные. Ну, с фабричных подкормок на первом месте это, конечно, будет дрожжевая подкормка. Дрожжевая подкормка, то есть 100 грамм дрожжей на 10 литров воды, это идеальный состав для всех растений. Поливаем все растения, и все растения очень благоприятно отзываются. Будь то корнеплоды, будь то зеленые, будь то все же огурцы, помидоры, в общем, все культуры будут благоприятно отзываться на дрожжевую подкормку. Технология ее приготовления довольно проста, доступна каждому, я думаю, потратить ее нет смысла. Но если нет дрожжей под руками, значит, нам могут помочь хлебные корочки. Потому что в любом хозяйстве, как бы мы там экономно не расходовали хлеб, появляются хлебные корочки. Появляются хлебные корочки, опять же, их не надо выбрасывать, надо уважительно относиться к хлебу, поэтому делаем подкормку для наших растений. Замачиваем в кипятке хлебные корочки, они разбухают, через сутки наша подкормка готова. Разбавляем ее где-то на одну треть водой, и все вместе с этим размокшим хлебным мякишем мы выливаем под наши растения. Ну, не забываем, после того, как полили растения хлебными корочками, полить сверху теплой водой. Почему надо проливать водой? Потому что лучше пролились дрожжи и другие вещества, которые содержатся на этих хлебных корочках, как бы лучше попали в почву, то есть быстрее усваивались нашими растениями. Это тоже очень хороший способ, но есть способы, конечно, и менее трудоемкие. Один из этих менее трудоемких способов, что вы, конечно, огородник экологически грамотный, и у вас обязательно на участке есть компостная куча. Есть компостная куча, куда вы складываете сорняки. Ну, и вы уже знаете, что сорняки там перегнивают и образуют компост. Так вот, совок этого компоста на ведро воды – это отличное удобрение для наших растений, для любых. Вы поймите, что это удобрение, оно сбалансированное природой, и мы не сбалансируем тем более, что в составе этого компоста будет содержаться и азот, и фосфор, и калий, и необходимые микроэлементы. То есть то, что растения взяли из земли, мы как бы опять разбавляем водой и добавляем как бы нашим растениям. Опять возвращаем нашим растениям. Растения отзываются очень хорошим урожаем. Значит, компостную подкормку, если дрожжевая делается подкормка где-то два раза в месяц, то компостную подкормку можно делать каждую неделю. Вы поймите, что при такой подкормке, она очень проста, объясняю, сыпанули в ведро, размешали и поливаются наши растения. Что, во-первых, как бы в этой подкормке болезнетворных микробов нет. Почему нет? Потому что они сразу размываются и попадают под действие света. Наши болезнетворные микробы исчезают просто под действием ультрафиолета. А все питательные вещества уходят к корням наших растений и очень хорошо усваиваются нашими растениями. Далее, что еще можно использовать? У нас различные отходы. Ну, значит, как подкормка, различные отходы, даже тоже спитый чай, кофе. Ну, вот поливать растения лучше, ну, не поливать нельзя этими растворами. Их просто мы делаем в канавку, высыпаем в канавку эти отходы и засыпаем почвой. Засыпали почвой, растения будут, эти отходы нашего потребления, они у почвы будут как бы разлагаться и будут использоваться нашими растениями. Растения тоже отзовутся очень благоприятно. Ну, также еще одним из видов доступных удобрений, которые, конечно, имеют чуть больше терпения, чуть больше времени, это та же самая зеленая бродиловка. Вот на заднем фоне вы видите у меня бочку. Вчера заложил туда крапиву и, видите, крапива уже начала работать. Запах, конечно, становится не очень это самое, но запах мы уберем. Запах уберем очень просто. На эту бочку у него достаточно 50 грамм соды. Пищевой соды засыпать и запах прекратится. Но это имеет, почему бочка стоит в теплице, опять предвижу ваш вопрос, это объясню. Это имеет практическую цель, потому что при брожении выделяется углекислый газ. А углекислый газ очень стимулирует рост огурцов. Огуречная зависть растет тогда буквально на глазах. Поэтому бочка выполняет двойное назначение. Во-первых, готовится питательный раствор для подкормки тех же перцев, и тех же огурцов, и уличных растений. И в то же время она обращает в себя плицу углекислым газом. То, что она немного воняет, это как бы неприлично для нас. Потому что как люди, как маленький мальчик проходил, говорит, здесь что-то воняет, здесь что-то воняет. Мама, стихни, он все равно здесь что-то воняет. Он слышит, но мы не всегда правильно понимаем. Воняет для людей, но для растений это очень благоприятно, это очень хорошо. Они ответят за очень хорошим урожаем. Так что смотрите, сколько резервов есть у вас под руками. Любые отходы можно использовать как удобрения. И приложив труды, в то же зеленое удобрение, заложив борщики в ведра, вы можете кормить ваши удобрения, ну, такими удобрениями кормить ваши растения каждую неделю. Не надо будет вам ехать в город и покупать там сульфаты различные, различные сульфаты, различные удобрения, бегать искать, что-то есть, чего-то нету, потому что все это доступно, это все есть под руками, и это все работает на урожай. Потому что в природе ничего лишнего не бывает. Надо понять это. Потому что даже солома прелая, точно так же можно поливать растения, и растения будут развиваться отлично. Потому что в природе соломе содержится тот же самый гриб триходерма, который будет защищать наши растения от болезней. Хороших вам урожая! До свидания!